Поговорим об алкоголе. Алкоголь. Многие люди, половина, наверное, если не больше, большая часть, наверное, людей бухает, бухает. И если кто-то не знает, что делает алкоголь. Помимо того, что он склеивает электроциты, да, у нас красная тельца, он их склеивает, он их обезжиривает, просто физически обезжиривает клетки, и они склеиваются. Таким образом был обнаружен эффект вот этих виноградных гроздей, то есть их обнаружили одни из ученых, забухав один из них, и просто увидел в глазном дне, глазной дно, вот в глазах проверяют, как склеились электроциты. И, короче, красные кровеносные тела. Вот. И они не могут проникнуть в мозг, а там всего лишь одна клетка пролазит, образуются виноградные грозди, и, соответственно, закупорка клеток мозга происходит. То есть это научная такая подоплека, одна из них. И также одно из исследований при употреблении алкоголя 200 грамм вина, ну, пускай бутылки пива, да, 200 грамм, на 18-20 дней интеллект останавливается. А если интеллект остановился на 18-20 дней, если ты каждый вечер, вечерком, даже там раз в неделю, там раз в 20 дней, да, выпиваешь бутылочку пивка, хотя это не 200 грамм, а больше, то каждый раз интеллект у тебя остановлен. А что такое остановка интеллекта? Остановка интеллекта – это когда твой интеллект останавливается и перестаешь развиваться интеллектуально. Ты становишься кем? Ты становишься имбецилом. Имбецил – это когда нет развития интеллекта. Это научный термин, сука. То есть, большая часть населения у нас имбецилы. Я не отрицаю, что в свое время, до 2005 года я тоже употреблял алкоголь по праздникам, по каким-то событиям. Вот, то есть, соответственно, как вот с подросткового возраста началось вот это, да, употребление алкоголя, каждый раз ты становился имбецилом на 18-20 дней. Если были перерывы в этом деле. Обычно у подростков этих перерывов нету. Так что имбецилизм процветает. Сейчас я предполагаю, что алкоголь употребляет процентов, наверное, 70, может быть, больше даже населения. Вот, имбецилизм, имбецилизм, имбецилы, как правильно я? То есть, я считаю, что это равно зомбаки, потому что человек является зомбаком. Кто такие зомби? Зомби, это у которых есть несколько основных функций. Жрать, срать, трахаться и размножаться. Ну, размножаться, трахаться, что там у нас? Спать, да? То есть, есть основные функции. И на то, чтобы у тебя что-то возникло в голове, тебе нужен интеллект. Чтобы тебе продолжать развиваться, тебе нужен интеллект. Интеллект – это отсутствие алкоголя на 100%. Или когда ты будешь какой-то период не пить, у тебя возникнет какой-то промежуток времени, когда ты будешь без этой дозы алкогольной, да? И у тебя где-то, может, там что-то проснется интеллектуальное. Вот. Это про алкоголь. Табак – это чуть-чуть другая тема. Но там, я думаю, тоже все не очень далеко. Потому что все, что связано с уничтожением своего тела – это нежелание жить. Это даже песня, помните, группа «Ленинград»? Мне бы в небо, мне бы в небо. Здесь я был, а там я не был. То есть, можно жрать таблетки, бухать и так далее. Можно ускориться. То есть, люди, по сути, боятся крови или боятся, или хотят сдохнуть в кайфе и так далее. То есть, алкоголь, я считаю, рак. Да, не один, только я считаю. Рак – это нежелание жить. То есть, алкоголь, можно даже сравнить, равно рак. Что там нежелание жить, что курево нежелание жить, что рак. То есть, что такое раковая опухоль, да, раковые клетки? Это сам организм начинает себя жрать. И я не вижу разницы жрать себя алкоголем, жрать себя раковыми опухолями, жрать себя куревом. То есть, это все нежелание жить. Вот. А почему нет желания жить? Желания жить нет, потому что ты, сука, имбецил, во первую очередь. А если ты имбецил, ты не можешь интеллектуально развиваться, ты не можешь сделать логические выводы. Ты не можешь изучать книги или еще что-то, скорее всего. Потому что они, как бы, не то что не усваиваются. Ты можешь прочитать дохуя книг. Но они у тебя... Нету логических каких-то вот вычислительных моментов, которые могут тебя привести к каким-то... к образованию какой-то мысли, которая может тебя подтолкнуть, что что-то не так. Что этот мир не такой, какой он есть. И именно вот такие вот мысли, они тебя подталкивают, именно когда ты трезво мыслишь и когда ты начинаешь о чем-то задумываться. Даже ты просто задумываешься своим умом, да? Но все равно, вот этот процесс, он есть. Вот. Поэтому тот, кто хочет заниматься, тот, кто хочет не быть имбецилом, тот, кто хочет познать этот мир, а его надо познать, у тебя нет вариантов. Ты не можешь не познать этот мир. Ты, конечно, тупо можешь жрать бухло, жрать чего угодно, да? И сдохнуть как неважно кто, пофигу, вообще насрать. Сдохнешь, сдохнешь. Твоя проблема. Твой выбор. Сдохнуть. Но одно дело сдохнуть осознанным человеком, другое дело сдохнуть как животное. Потому что человек отличается от животное только интеллектом. Только интеллектом. То есть имбецил ты или животное. Зомби. Или человек. То есть, можно даже сказать, что человек это только тот человек, у которого есть интеллект. По сути. Как бы это обидно не казалось, но так оно и есть. И я вижу, какой я имбецил был в подростковом возрасте и там в районе 20 лет. Дебил вообще, капец. Ничего не поделаешь с этим. Так что, будь трезвым. Будь здравым человеком. Не будь имбецилом. Любое количество алкоголя. Любое количество алкоголя, оно всегда вредно. Всегда вредно. Даже брат у меня высказал такую идею. Она, кстати, имеет право, как говорится, быть и жить. Да, что когда вот у нас был этот ковид и все такое, всем вот эти антисептики на спирту, что 50% спирта впитывается через кожу. Когда ты наносишь на кожу, 50% впитывается. То есть, всех посадили на бухалово. Бесконечно. Кто-то пробовал, использовался этими антисептиками. То есть, все бухали через кожу. И действительно, логически можно, да, сделать выводы, что так оно и есть. Так что ты должен быть чистым. Но, кстати, самое что интересное. Мухоморы. Все алкоголики, которые слышат мухомор, знаешь, что они говорят? Они говорят, я же не наркоман. Сука. Долбоебы. Я же, говорит, не наркоман. А кто ты, сука? Ты бухаешь. Ты зомбак. Я же не наркоман. Вот. И самое что интересно, не разобравшись в вопросе, делают выводы. Делают выводы. Не зная об этом ничего. Просто имбецилы. И это научный термин. Ничего в этом такого, как говорится, нету, да? Так оно и есть. Так что, если ты осознанный или идешь к осознанности, не бухай. Ну да, то есть, если ты побухиваешь, осознанности там не может быть. То есть, бухать равно минус осознанность. Осознанность несовместима с бухлом вообще никак. Никак она несовместима. Забудь. Я, говорит, бухаю. Я осознанный. Ты залупа. А не осознанный. Осознанный человек не употребляет алкоголь. Это несовместимо абсолютно. Поэтому, будь осознанным. Осознавай себя. В любом... По-любому, короче, изучай. Ищи, что такое осознанность. Осознанность, становись тем. Осознанных людей мало. Реально мало. Их даже... 10% не наберется. Или даже те, которые идут к осознанности. 10% даже не наберется. Я думаю, что даже и 5% не наберется. Процентов. Может быть, даже и проценты не наберется. Вот так вот. Вот такие вот проценты. Так что... Иди к этому. Забудь про вот эти вот развлекаловки. Типа употребление чего-то. Мухомор к этому не относится. И растения учителя к этому тоже не относятся. Они наоборот раскроют твое сознание. Так что вот так. Пока, дружище. Будь осознанным в этой жизни. В этой жизни, в этой жизни единственная цель. Стать осознанным. Пробудиться в ней. Пробудение. И просветление. Но если ты пробудишься, просветление тебя может настигнуть. В конце жизни. После смерти. Тела. Поэтому... Поэтому... Только просветление. Только пробуждение. Без вариантов. Ничего поэтому... По-другому вот ничего не сделаешь. Хоть замолись, хоть лоб расшиби. Нет. Осознанность, пробуждение, просветление. Просветление наивысшая точка. И только она позволит тебе выйти из этого круга. Больше никак. Продолжение следует...